Должностных лиц, привлекающих педагогов к несвойственным функциям и к излишней отчетности, теперь будут штрафовать. Размер выплаты составит от 20 до 120 МРП. Аналогичное наказание предусмотрено из-за превышения нормы рабочего времени. Об этом сообщил министр образования и науки в ходе презентации законопроекта о статусе педагога в Мажелесе. Документ предусматривает материальные и нематериальные стимулы. Ожидается, что учителям-магистрам будут доплачивать 10 МРП. Надбавку также получат учителя-наставники. Согласно новому проекту закона, акиматы смогут присуждать награды, вручать почетные звания и выплачивать единовременное вознаграждение отличившимся учителям. В целом, реализация новшеств потребует дополнительного финансирования в сумме более 1 триллиона тенге. Помимо этого, предусматривается также разработка правил педагогической этики и, опять же, административное наказание за неисполнение педагогической этики. Конечно, жалко, что я не увидела в данном законопроекте и ответственность других субъектов образовательного процесса. Получается, что ответственность несут только педагоги. Со следующего года зарплата учителей увеличится на 25%. Кроме того, новый законопроект расширит профессиональные права педагогов. Им разрешат вступать в общественные объединения, самим разрабатывать и применять авторские методы обучения школьников и консультировать родителей. Эти новеллы вызвали нарекания у некоторых мажоресменов. Депутаты считают, что новые позиции добавят нагрузку к деятельности учителей. Я бы не сказал, что это были большие нарекания. Я назову это хорошими и очень нужными предложениями. И, конечно, в рамках будут рабочие группы. В рабочие группы включены, конечно, сами депутаты, наши коллеги, директора школ, родители. То есть там большое количество общественных объединений. И это все будет обсуждаться.